Новости на канале НТВ в студии Пётр Марченко. 23 человека погибли сегодня ночью в результате пожара в Вологодской области. Там сгорела психоневрологическая больница. Психоневрологический интернат в посёлке Михайловске в Вологодской области загорелся поздно ночью. К этому моменту большинство пациентов уже успели принять сильнодействующее снотворное и уснуть. Спастись из огня им помешали решётки на окнах и запоры на дверях палат, которые можно было открыть только снаружи. Пламя бушевало почти 6 часов. Последние подробности трагедии нам сообщили наши коллеги, работающие на радио Вологды. Писсия, которую возглавляет глава президентской администрации Николай Бордюжа, должна также определить достоверность видеозаписи, на которой якобы фигурирует Скуратов, и установить происхождение этой плёнки. Если кассета окажется подлинной, то по мнению научного сотрудника Института государства и права Российской академии наук Александра Яковлева, генпрокурор должен уйти в отставку, поскольку в этом случае будет иметь место нарушение закона о прокуратуре. Прокурор приносит присягу. Непростую присягу. Клянусь быть образцом моральной чистоты. Такую присягу обычный гражданин не приносит. Вместе с тем комиссия должна лишь установить факт совершения Скуратовым проступков, порочащих честь прокурорского работника. А решение о его дальнейшей судьбе, как считают специалисты, будут принимать президент и Совет Федерации. Сегодня Белый дом официально объявил, что российский премьер Евгений Примаков во время своего визита в США проведёт переговоры с президентом Клинтоном и госсекретарём Мадлен Олбрэйт. По словам представителей администрации США, одной из главных тем на этих переговорах станет...